Привет, друг! Ты на канале J-Centers, меня зовут Джон Кармилицин, это 33-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Adobe объявила об обновлении After Effects до версии 17.6. Изменения небольшие. В Content-Aware Fill внедрили новую функцию автоматической коррекции освещения, что должно привести к уменьшению количества артефактов на снимках, где освещение значительно меняется. Это поможет аккуратно удалить объекты из отснятого материала, где резкие изменения освещения происходят на протяжении всего видео, ну и, следовательно, получить более реалистичные результаты. Другие улучшения включают новое цветовое пространство и настройки гаммы для материалов, снятых на камеры RED и Komodo. Ну и, как всегда, исправили ошибки. Все старые проекты сохраняют прежние настройки, ну и это изменение не влияет на эти проекты. Sketchfab выпустили обновления плагинов для Unity, Cinema 4D и Blender. Плагины легко позволяют искать и импортировать модели в 3D-софт, а также публиковать работы непосредственно в Sketchfab. Во все обновления добавили возможность импорта покупок в магазине. Для Unity внедрили темный режим, ну и фильтр для поиска. Для Cinema 4D исправили ошибки и осуществили поддержку версии R23. Но в Blender устранили проблему с импортом Normal Map. Скачать плагины сможешь по ссылочке в описании. Ребята из 3dmaya.com запустили бесплатный курс по моделированию в программе Maya. Интенсив для тех, кто не знает, с чего начать изучение моделинга, ну и хочет детальнее ознакомиться с профессией 3D-специалиста. Курс длится две недели с чередованием лекций и практик. Представит основы моделирования, начиная от базовых по инструментам и до создания своей собственной хай-поли, ну или лоу-поли модельки. Для гейм-дева, конечно, или мультфильма. Ссылочка в описании. Reallusion обновила свой софт 2D-анимации Cartoon Animator 4.4, вместе с которым выпустили 3D-моушен-конвертер и подключаемый модуль Motion Link для связи с iClone. Новая технология передачи движений позволяет импортировать 3D-анимацию и проецировать движения на 2D-персонажей, вплоть до кистей рук и пальцев ног. 3D обеспечивает анимацию по оси Z, которую для большинства 2D-шек практически невозможно создать по ключевым кадрам. В то же время состоялся выпуск платформы ActorCore, содержащей коллекцию 3D-анимаций. С этим обновлением можно оживить 2D как с помощью собственного макапа, так и закинуть уже готовый набор движений из библиотеки. Редактирование осуществляется в реальном времени, ссылочка на программу в описании, обязательно присмотрись. Также эта компания выпустила бесплатное обновление для плагина HandGestorePuppetering в версии 2.0. Теперь вместо того, чтобы перемещать все суставы пальцев вручную, можно использовать интуитивно понятные инструменты, для анимации жестов рук или точной настройки данных захвата движений. В обновлении 2.0 представили три предустановки Default, Mel и FML для применения к персонажам в зависимости от различных сценариев. Ну и также эта версия позволяет выбрать анимацию для конкретной руки, типа левая или правая, ну или обеих. Плагин совместим с iClone версии 7.83, ссылочка в описании. Следующая новость не подтверждена, возможно вброс, а возможно и нет. По некоторым данным, Pixar заявили, что релиз RenderMan 2.4 откладывается на пару месяцев. Причину переноса не пояснили. Однако в сообщении разработчики отметили, что некоторые из ключевых партнеров Pixar уже рассмотрели предварительную бета-версию еще в декабре. Ornatrix для Unreal Engine находится в стадии активного бета-тестирования. Недавно вышло обновление до версии 0.04, в котором исправили ошибки. Больше информации можно узнать в официальной группе в Facebook. Кстати, там не так много участников, чуть меньше 50, ссылочка в описании. Ну а еще далеко не уходя, в Ornatrix для Cinema 4D, начиная со следующей версии, будет добавлена новая возможность запекания модификаторов, ну то есть кэширование внешних воздействий на волосы. Подходит для фиксации сложной укладки, ну или придания стабильности при анимации волос. Epic Games в сотрудничестве со студией Pure Polygons представили бесплатный ассет Downtown West. И все это на Unreal Marketplace. С помощью этого пака можно создавать модульные города, а также детализировать уютные туристические улочки с магазинами, вывесками и киосками. В коллекции более 300 моделей, ну и более 800 материалов и текстур. Также Pure Polygons предлагает расширить свой мегаполис, объединив Downtown West с уже имеющимися бесплатными ассетами, модулером Building Set и Procedural Nature Pack. С выпуском Unreal Engine 4.26 выпустили обновление системы Control Rig Manneken, объединяющей некоторые из последних возможностей. Эти улучшения включают в себя новый образец сцены анимации, элементы управления пальцами и Backwards Solve Graph, который позволяет покадрово преобразовывать анимацию. В дополнение к этому представили новые женские манекен. ZEA Interactive получил Epic Mega Grand. Помощь направлена на развитие разработки нового инструмента совместной работы в VR под названием Big Room. Согласно описанию, программа упростит создание и совместное использование онлайн-конференц-залов, где пользователи могут взаимодействовать, просматривать, а также изучать и редактировать проекты, созданные в Unreal. На официальном сайте можно подписаться на закрытое бета-тестирование. Состоялся релиз новой сборки Axiom от Matt Puchalo. Разработчик принимал участие в создании таких фильмов, как «Звездные войны», «Аладдин», «Парк юрского периода», «Трансформеры» и «Стартрек». Axiom поддерживает только Houdini от SideFX. Программа предназначена для сложных симуляций огня и дыма, ну и является альтернативой Sparce Pyro Solver в Houdini. Может использовать геометрические примитивы или VDB Volumes в качестве источников геометрии. Ну а еще включает в себя ускорение на GPU. Программа находится в бесплатном доступе и ссылочка в описании. NVIDIA анонсировала ноутбуки с графическими процессорами серии RTX 30, представили карту RTX 3060, а также новые игры, поддерживающие NVIDIA Reflex и RTX. Ну и еще новые мониторы G-SAN с мышкой и многое другое. Итак, по порядку. Более 70 новых ноутбуков будут оснащены видеокартами серии RTX 30. В ноутбуке будут встроены новые тензорные ядра третьего поколения, которые обеспечивают работу NVIDIA DLSS, ну и Reflex. Что необходимо для генерации более четкой картинки в играх, ну и снижения задержки системы, соответственно. Что также пригодится для рендеринга в реалтайм-движках. Если начну дальше говорить, то выглядит как реклама. Поставки ноутбуков на картах 3080 и 3070 начнутся уже с 26 января. Ну а с RTX 3060 2 февраля. А вот карта RTX 3060 отдельно выйдет только в конце февраля. Ее стоимость будет начинаться от 329 долларов. NVIDIA, ну конечно, предлагает RTX 3060 в качестве замены GeForce GTX 1060. Ну которая уже не поддерживает трассировку лучей NVIDIA DLSS и Reflex в новых играх. В то же время NVIDIA сообщила, что количество запущенных игр с RTX увеличилось до 36. В этот список входят такие игры, как Call of Duty Warzone, Outriders, Cyberpunk, Fight Night at Freddy's, Minecraft и Fortnite. В последней, кстати, в качестве бонусного задания по всей карте спрятали ноутбуки серии RTX 30. Собрав все бонусы, можно попасть в секретную комнату, ну и принять участие в розыгрыше этих самых ноутбуков серии RTX 30. Доступ к специальной карте по ссылочке в описании. Forbes составили список лучших стартапов в области искусственного интеллекта. Список довольно небольшой. Всего было выделено 7 категорий. Лучшим продуктом стал Google Smart Compose в Gmail и Google Docs. Технология разработана для прогнозирования и автоматического продолжения текста, ну который пользователи планируют ввести. Самой революционной стала компания NVIDIA. Как сообщает автор статьи, в 2020 году NVIDIA совершила серию прорывов, которые значительно сократили объемы данных, необходимых в генеративных состязательных сетях. Эта технология используется в Maxine, платформе видеоконференц-связи, которая, по словам компании, может десятикратно сократить пропускную способность звонков за счет точного определения ключевых черт лица для создания изображений людей, ну генерируемых и... Человек года по версии Forbes AI – GPT-3. Вообще, это языковая модель, которая в сентябре выпустила статью в новостном источнике Guardian, а после вызвала волну шума и споров. GPT-3 был обучен на огромных объемах текста, чтобы он смог писать как человек. По мнению Forbes, это представляет гигантский скачок в языковой обработке. Insidium набирает новых сотрудников в команду. Разрабы сообщили, что приступают к реализации ряда амбициозных проектов по созданию новых индивидуальных приложений и систем. На момент выхода этого выпуска было открыто 7 вакансий, однако доступны они только для жителей Великобритании, так как Insidium базируется в западном Йоркшире. Более подробной информации по будущим проектам мы не нашли. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, заходите в телеграм-чат, задавайте там вопросы, общайтесь со мной и с нашими любимыми подписчиками и до новых встреч!